Краевой театр драмы Чтобы узнать, какие премьеры готовятся в этот год, я узнаю, что ближайшая премьера — это, по-моему, «Время женщин». Мы действительно 14 сентября открываем 97-й театральный сезон, открываем премьеры спектакля «Время женщин». Елена Семеновна Чижова, обладатель русского букера за этот роман, приедет к нам в гости, приедет на премьеру. Это, конечно, очень волнительно. И все актеры, и все мы, и режиссер Марина Витальевна Глуховская. Все, в общем, сегодня остались последние-последние минуты-секунды в смысле для театра, для труппы. И мы все, конечно, очень волнительно готовимся, ждем, конечно же, зрителей, потому что театр без зрителей не существует. А вообще планы большие. Мы в этом году… У нас, знаете, как получается, театр планирует жизнь сезонами, а все остальное население годами. Поэтому мы говорим о этом сезоне, 97-м сезоне театральном «Открываем мы временем женщин». Дальше, как обычно, у нас губернаторская елка и сказка в этом году «Маршака 12 месяцев», достаточно известная для детей. Я думаю, что это будет интересно и детям, и взрослым посмотреть. Дальше, 27 марта, Международный день театра, и к этому и год театра будет объявлен, 19-й. Мы готовим премьеру спектакля Николая Эрдмана «Самоубийца». Алексей Логачев, известный режиссер для барнаульских зрителей, он приезжает уже в конце октября и будет начинать репетиции, потому что пьеса достаточно известная, но она очень сложная. Когда-то она была запрещена, сегодня мы совершенно спокойно можем брать ее в работу. Я думаю, что это будет хороший подарок в год театра и к дню театра. Мы в конце прошлого сезона, в мае, проводили творческую лабораторию по произведениям Федора Михайловича Достоевского. Приезжали пять молодых режиссеров, никому неизвестных, мы их не знали, они нас не знали. Мы влюбились в двоих, хотя предполагали взять одного. Поэтому получается, что у нас в конце апреля появится Достоевский на экспериментальной сцене, его произведение «Круткое». Рача Махатаев, режиссер. Те, кто были на показах, видели. Они, в общем, все голосовали, и зрители, и артисты, за то, чтобы Рача приехал и поставил спектакль. Но есть еще один режиссер, в которого мы тоже все влюбились, и он... Ну, двух Достоевских очень сложно иметь в репертуаре театра, поэтому мы решили, что он будет делать Оскара Уальда «Идеальный муж». Это будет в конце мая. Но у нас еще предстоят обменные гастроли с Челябинским театром драмы. Это будет в конце октября. Сегодня мы едем на пять дней в Челябинск, челябинцы приезжают к нам. Дело все в том, что, хотя мы и живем вроде бы как сезонами театра, мы все равно планируем год. И следующий год действительно юбилей Василия Макарча Шукшина. Поэтому сегодня, в общем, такие наметки. Еще мы планируем провести Шукшинский фестиваль. Он будет единовременный, посвященный юбилею. Если он будет, потому что... Вы понимаете, что такой серьезный фестиваль – это определенное финансирование. Сегодня мы пытаемся... Написали уже заявки во все существующие федеральные программы. Очень надеемся, что нас поддержит наш новый губернатор Виктор Петрович Томенко. И в связи с этим мы надеемся, что все-таки такой фестиваль состоится. Это будет в октябре. И, конечно же, в год юбилея Василия Макарча Шукшина мы не могли себе позволить не поставить спектакль по произведению Василия Макарча. И Максим Астафьев, наш режиссер театра «Он», по рассказам Шукшина, будет ставить спектакль. Пока еще названия у этого спектакля нет, но он уже работает в течение года над этим. На большой сцене. На большой сцене. Большая сцена. Следующий уже сезон. Мы говорим о 97-м. А в 98-й сезон мы откроем как раз спектаклем по произведению Василия Макарча. Если все получится и сложится так, как мы планируем, то в мае мы проведем очередную лабораторию. Опять пригласим совершенно незнакомых режиссеров нам и попробуем все-таки сделать эту лабораторию по произведению Василия Макарча. И вдруг из этого что-нибудь, в общем, какой-то роман еще произойдет, получится. Вот поэтому вот такие вот у нас планы. Мы, конечно, очень грустим по поводу нашей утраты. Анатолий Александрович Кирков вот так внезапно нас покинул. Но ничего не сделаешь. Жизнь продолжается. У нас появились новые лица. Главный режиссер театра «Глобус» Алексей Крикливый выпустил в этом году курс. И вот трое ребят – Максим Волков, Екатерина Боякова и Сергей Филипченков – они уже актеры нашего театра. Они уже работают очень активно и по вводам, и в новых спектаклях. Ну и выпускник нашего курса, института, Геннадий Тихонов, он занят уже во многих спектаклях, репертуаром. Он тоже стал актером нашего театра. И сегодня я веду переговоры еще с одной актерской парой из Саратова, которые, я надеюсь, пополнят нашу труппу. Поэтому, в общем, жизнь продолжается. Жизнь не стоит на месте. Театр, ну, одни уходят, другие приходят. Конечно, невосполнимая утрата, но ничего не поделаешь. Скажите, по поводу спектакля «Время женщин». Это что? Комедия, мелодрама, психологическая драма? Чтобы наши телезрители какой-то ориентир имели? Ну, для меня это психологическая драма. Это, в общем, это очень сложный, тяжелый, очень такой роман. Не буду говорить, какой получился спектакль, потому что каждый воспримет зритель по-своему. Конечно, подготовленным зрителям, которые прочтут этот роман, будет, наверное, проще воспринимать. Потому что, в любом случае, это интерпретация режиссерского видения. Да, конечно. Потому что роман очень сложно переделать в пиесу. Да, да. Это очень сложно, поэтому все переживаем, что получится. Но я вам должна сказать, что впервые, вот сколько я работаю в театре, впервые нет ни одного артиста, который был бы недоволен режиссером. Понимаете? Это большая редкость. Это странно. Да, потому что обычно одним нравится, другим не нравится. Кто-то в восторге, кто-то говорит, да нет. А это вот просто все в таком восторге, что просто вот, ну, будем... Ну, тем более, что режиссеру нужно будет по-своему даже, да, вступить в конкуренцию с предыдущими постановками. Ее уже ставили в Москве в «Современники» и в «БДТ» в Петербурге. И наверняка, да, то есть любители театра, конечно же, знакомы с этими постановками. Вот, понимаете, Марина, она ведь ученица Петра Наумча Фоменко, поэтому... Да, хорошая школа. Школа, я думаю, хорошая, поэтому актеры в восторге. Ну, интересно посмотреть, конечно, просто любопытно даже, как, что получилось. Никто никогда так не раскладывал материал, поэтому... А в 16.00 именно 14-го у нас встреча с Еленой Семеновной, желающие могут приобрести роман, получить автограф, в общем, вход бесплатный. 14-го сентября в Театре Драмы, да? 14-го сентября в 16.00 в фойе Театра Драмы, перед премьерой. А уже те, кто посмотрел и хотелось бы обсудить это, у нас будет совместное мероприятие в библиотеке Шишкова, опять же, с режиссером, с артистами и с автором произведения. В 12 часов в библиотеке Шишкова мы уже будем обсуждать то, что получилось. Здорово, так комплексно получается, да? Да, ну, надо же воспользоваться тем, что приехал автор или режиссер. По форме программы отработать его, да? Да, да, да. Большое спасибо вам за вашу работу, такую важную. Удачи и до встречи в Театре Драмы. Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях была директор Краевого Театра Драмы Любовь Михайловна Березина. Спасибо за внимание, до встречи. Краевого Театра Драмы